друзья всем привет компания black view продолжает удивлять и выпускает в 2024 году свою флагманскую модель среди защищенных смартфонов это не только прочный смартфон но он еще и производительный и технологичный в этом видео обзор фишки тесты этой новинки ссылку на эту модель я оставлю в описании под видео максимально выгодное предложение пройдет 17 по 19 января а в комплект входит сам смартфон документация приспособление для извлечения сим-лотка кабель и зарядный блок power delivery на 120 ватт очень мощная зарядка чтобы смартфон заряжался максимально быстро под заводской пленкой завода сразу наклеенная защитная пленка внешне смартфон смотрится презентабельно в имиджевом стиле выполнен по бокам металлические вставки углы конечно же усиленные с правой стороны расположена качелька регулировки громкости кнопка питания в которую встроен сканер для разблокировки слева сим-лоток можно подключать две сим-карты формата nano sim с поддержкой 4g 5g конечно же и ниже программируемая кнопка на которую в настройках можно назначить три действия одно нажатие двойное длительное нажатие и соответственно сделать открытие различных функций либо установленных приложений внизу смартфона один динамик вверху второй динамик с оптимизации от harman улучшение звучания и в настройках есть опция tuning harman где можно выбрать сценарий для оптимизации звука например музыка фильм игры голос по умолчанию установлен smart происходит умная оптимизация звук объемный достаточно качественный и громкий включаю тест можете оценивать а также у этой модели прокачанный вибро отклик икс осевой и левее внизу динамика микрофон и порт usb ac для зарядки и передачи данных кстати уже прокачанный версия 3.0 для быстрой передачи данных это защищенный смартфон разумеется по всем современным стандартам не боится воды пыли удара прочные все степени защиты здесь есть и конечно он больше чем обычный более габаритный более тяжелый вес составляет 415 грамм вот сравниваем с обычным смартфоном но обычного смартфона 5000 емкость батареи и он не защищен а здесь уже 8000 но в то же время как для защищенного смартфона он не такой уж и большой если сравнить со смартфоном защищенным у которого емкость батареи 15000 миллиампер вот новинка от black view bv 93 2 0 pro то этот конечно уже не такой большой кажется кстати обзор на bv 93 2 0 про с максимальной автономностью уже на канале есть ссылка кому интересно будет в описании но у этого смартфона bl9000 конечно производительность значительно выше с обратной стороны смартфон выглядит интересно под фактуру кожи надпись black view вверху модульный блок с камерами основная от samsung с оптической стабилизации на 50 мегапикселей и 2 на 12 она широкоугольная также она и макро светодиодная вспышка вверху два светодиода и сенсорный дисплей на котором отображается время можно посмотреть неотвеченные входящие погода запуск основной камеры благодаря этому дисплею можно запись делать как на фронталку в максимальном качестве со стабилизацией все это в настройках можно конечно же настроить какие виджеты вам нужно включить отключить также можно изменить циферблаты и в настройках можно отображение задать от 15 секунд до 3 минут размер второго дисплея 1 32 дюйма разрешение 360 на 360 вокруг дисплея металлическая рамка фиксируется на четырех винтах и дисплей конечно же углублен а также защищен горилла глаз вект у седьмого поколения за производительность отвечает процессор с поддержкой 5g медиатэк деменции 8020 выполнен по 6 нанометрам он восьмиядерный 4 ядра энергоэффективные 2 гигагерца и 4 производительные 2 и 6 а также здесь достаточно производительный графический чип мали же 77 оперативная память 12 гигабайт ее можно расширить из внутренней до 24 внутренней памяти очень много 512 гигабайт из которой получается 467 с учетом андроида установленного предустановленных приложений и тут друзья что не может не порадовать это скорость скорость внутренней памяти работает по типу и fs 3.1 и тест оперативной памяти результаты перед вами тоже работает шустро тесты в приложении в антуту смартфон набирает практически семьсот сорок семь тысяч баллов для защищенного смартфона это просто отличная производительность тесты процессора в приложении geekbench причем в одноядерном режиме смартфон набирает тысячу сто восемь баллов и посмотрим в рейтинг что у нас рядом у нас получается выше чем пока f3 и немножко ниже флагмана galaxy s 21 5g и многоядерный режим три тысячи шестьсот пятьдесят шесть запоминаем выше чем google pixel 7 pro и немножко поменьше по производительности чем galaxy z fold 4 30 минутный тест на троттлинг 100 потоков получается следующий график все в пределах нормы небольшая просадка есть но это не критично кривая где-то держится в районе 70 стабильно здесь установлен отличный IPS дисплей 678 дюймов с разрешением full hd plus 2.4 кей зернистость минимальная точку не видно плотность пикселов составляет 408 dpi улучшенная яркость до 600 нит чтобы информацию на улице даже при солнечной погоде было хорошо видно угол обзора составляет сто семьдесят восемь градусов и сверху дисплей прикрыт защитным стеклом corning gorilla glass 7 виктус а частота обновления дисплея 120 герц в настройках можно конечно же выбрать фиксированный 60 90 смарт режим либо 120 на постоянной основе все полезные опции здесь конечно присутствуют адаптивная яркость темная тема ночная подсветка оптимизация цветовой температуры режим чтения выше дисплея находится светодиодный индикатор уведомлений в настройках конечно же можно настроить на зарядку низкий заряд либо на сообщения и уведомления тачскрин прокачанный 10 касаний с 10 и работает отзывчиво а еще здесь есть функция режим в перчатках но тут уже прокачанная версия 2.0 более совершенная и более отзывчивая когда вы работаете в перчатках зимой чтобы не снимать перчатки можно пользоваться как обычно фронтальная камера виде островка на 50 мегапикселей кстати видео может даже записывать в разрешении 4к батарея для таких габаритов здесь установлена и достаточно емкая батарея 8800 миллиампер автономная работа заявлена от производителя вывожу на экран к примеру девять с половиной часов в режиме игр 11 часов в режиме видео 20 интернет серфинг все показатели отображаются перед вами что я могу сказать что у меня получилось в режиме теста воспроизведение видео онлайн подключение по вай фай разрешение full hd яркость у меня была накручена немножко выше половины потому что в помещении больше не надо к примеру вечером например и была установлена невысокая громкость за один час в таком режиме воспроизведения батарея разрядилась на 4 процента это ориентировочно около 25 часов также в настройках есть режим производительности максимальной но батарея будет разряжаться быстрее есть режим энергосбережения максимальное энергосбережение который поможет из телефона сделать звонилку и выжать максимум автономности есть защита зарядки интеллектуальная а также можно включить индивидуальный режим и выставите выше скольки чтобы смартфон не заряжался супер мощная зарядка на 120 ватт позволяет супер быстро сделать зарядку смартфона на 50 процентов он зарядится за 20 минут а на все 100 процентов за 53 минуты да есть функции еще обратной зарядки этим смартфоном можно заряжать другие гаджеты со скоростью обратной зарядки на 5 ватт программное обеспечение android 13 новейшая оболочка док ос версия 40 различные фишки здесь конечно же присутствуют есть функция очистка динамика есть функция запись звонилки есть большие папки для удобства переработанные значки на рабочем столе есть приложение здоровья которое поможет просчитать шаги пройденное расстояние потрачены килокалории игровой режим набор инструментов где есть компас замер высоты фонарик парометр шумомер и другие полезные инструменты есть fm радио но нужно будет подключать проводные наушники разъема три с половиной миллиметра миниджек нет но можно подключить проводные наушники формата юсб си которые здесь поддерживаются в комплекте не идут и производительность этого смартфона достаточно пользоваться комфортно производительности хватит запасом на будущее интернет серфинг видео просмотр музыка документы также можно поиграть в большинство современных игр комфортно например игра папк мобайл идет на высоких настройках нареканий нет комфортно можно играть игра геншин импакт идет уже на невысоких настройках но тоже поиграть можно неплохое качество картинки и тут же тоже дополняет цвета хороший дисплей сочные цвета ну что же друзья пришло время потестировать камеры напомню основная 50 фронтальная 50 и широкоугольная плюс макро 13 в приложении камера какие есть возможности фото это обычное качество чтобы выжать максимум выбираем 50 мегапикселей есть конечно же ночная съемка далее видео фотография на основную камеру делаем приближение хорошее качество это уже фотография 50 мегапикселей я включил специальный режим и даже все мелкие части видны это на основную камеру а это с этого же ракурса но уже на широкоугольную и обратите внимание насколько больше угол обзора кстати светосилу и на широкоугольную камеру достаточно хватает но она основную конечно здесь уже детализация будет получше следующая фотография какие четкие цвета насыщенность хорошие вот фокусировку я делал на часах делаем приближение максимальное качество 50 мегапикселей выставил и детализация хорошая а вот еще сравнение на основную камеру и на широкоугольный угол конечно становится намного больше и такой более вытянутый на широкоугольную делаю приближение и текст даже видно это на основную здесь уже качество получше это на основную камеру далее включил широкоугольную угол уже побольше и здесь я сделал однократное приближение давайте еще раз сравним это с приближением это широкоугольная а это уже без приближения стандартная и еще тест камеры на текст это основная камера выставил 50 мегапикселей и даже с дальней дистанции текст четко видно все хорошо записывать видео можно в следующих режимах hd full hd full hd 60 кадров в секунду и 4k в режиме видео если мы зайдем в настройки то здесь стабилизации изображения такой опции нет но она активированная по умолчанию потому что обратите внимание если резко двигаясь смартфоном то все сглаживается то есть автоматически у нас все уже активировано так значит друзья запись пошла сейчас тестируем как записывает камера blackview bl9000 и сразу можете оценить микрофон вот движение тестируем движение сразу фокусировка стабилизация как отрабатывает это в разрешении full hd запись 30 кадров в секунду напоминаю что можно и 60 кадров в секунду записывать а также 4к 30 кадров в секунду вот она модель друзья получается blackview bl9000 вот еще небольшой тест записи видео тестируем автофокус отрабатывает в принципе шустро так тестируем движение как отрабатывать стабилизация фокусировка это здесь уже света побольше и искусственное освещение из дополнений есть поддержка вай фай шестого поколения предыдущей версии 5 гигагерц 2 и 4 тоже поддерживает bluetooth nfc для бесконтактной оплаты навигационные системы gps глонас бейду галилео для быстрого и точного соединения со спутниками есть режим записи под водой где у нас сенсор не работает а управление фото и видео осуществляется при помощи кнопок в итоге это прочный смартфон с двумя дисплеями основной дисплей с отличным отображением цветов 120 герц достаточно яркий как для IPS дисплея производительность с запасом на будущее для повседневных задач быстро работает как оперативная так и внутренняя память много как оперативной так и внутренней памяти неплохая автономность и максимально быстрая зарядка больше информации можно посмотреть по ссылке в описании максимально выгодное предложение пройдет на старте продаж начиная с 17 по 19 января в эти даты будет максимально выгодно на этом у меня все если есть какие то вопросы пишите в комментариях с радостью на них и отвечу всем пока и до встречи в новых видео